Друзья, все, кто сейчас присоединились к моему прямому эфиру, я вас всех приветствую. И очень рад сегодня буду поделиться уникальной темой, которая интересует человечество на протяжении всей истории человечества. Это тема энергии. Я выбрал тему, которая называется «Три выигрышных стратегии, которые увеличивают энергию, жизненную силу». И прежде чем я начну, я поприветствую всех участников прямого эфира и всех, кто смотрит меня сейчас на YouTube-канале и на Facebook. Значит, энергия делится на два вида. Это физиологическая энергия, кратко об энергиях поговорим, которая образуется телом. И есть свободная энергия, которая поступает к нам из космоса. И есть три главных стратегии, благодаря которым увеличивается поток энергии. И энергия связана с жизнью, энергия связана со здоровьем, энергия связана с достижением целей. В общем, куда ни посмотришь, все связано с энергией. Я сейчас на вопросы не буду отвечать. Я вижу, что тут пишут вопросы на английском языке. Это не сегодняшняя моя тема. Я раскрою тему и отвечу конкретно по моей данной теме. Итак, первая стратегия, благодаря которой увеличивается энергия, это стратегия питания. Стратегия питания. Как питаемся? Потому что к нам приходит с пищей и с водой не только строительный материал, но и энергия. Чего это зависит? Прежде всего зависит от качества воды, которыми пьем напитки, качества напитков, и от качества продуктов. Чем выше качество воды и полезные свойства, тем выше у нас становится энергия. И чем выше качество продуктов питания, тем больше и лучше мы себя чувствуем и больше у нас энергии. Это можно сравнить, например, со спортсменами, которые ведут интенсивный образ жизни и испытывают огромные физические нагрузки. Если их поить и кормить некачественной водой, поверьте, ни о каких спортивных достижениях и результатах не может быть и речи. При этом есть самое главное условие питья воды и принятия качественных продуктов. Это нужно пить и есть все на максимально очищенный организм. То есть, если организм зашлакован и много токсинов, ядов и, допустим, наличие различных паразитов, то уходит энергия, этими паразитами съедается эта высококачественная еда. И получается, идет как блокировка. Блокировка, плохо работают органы из-за густоты, токсичности, наличия паразитов. Из моей практики я могу поделиться наработками. Очень высокого качества делают продукты, которые улучшают свойства воды. Их производит международная компания, которая более 20 лет на рынке, компания Coral Club. Это продукт называется Coral Mine для улучшения всех свойств физических, химических и энергетических воды. Это фильтры для воды, 1-граммовые. Вода становится с полезными энергетическими свойствами. И такой продукт, как H500. Это минеральный комплекс с водородом, с отрицательно заряженным водородом. Можно назвать водородная вода. Тоже он очень быстро восстанавливает энергию и дарит энергию, когда мы пьем воду с H500. И такой продукт, как Pentacan. Это калий, витамин С, рибоза. Тоже отлично улучшает свойства воды. Я пока даю главные такие моменты. Потому что тему, которую я сегодня затронул, она очень огромная и многогранная и бесконечная. Я только покажу главные направления и принципы. Все подробности, кому будет интересно, можно обращаться лично в Директ, писать на YouTube-канале или WhatsApp. И можно побеседовать детально и более подробно. Итак, что касается еды. Чем натуральнее еда и выше качество, тем больше она дарит энергии. Главное, чтобы она была одновременно и строительным материалом, и дарила энергию. Есть такой момент в современном питании, что современная пища, я имею в виду пища супермаркетов, с консервантами, красителями, улучшителями, то есть современная еда, еда быстрого питания, фастфуд, она настолько забирает энергию на пищеварение и много ненужных там содержится веществ, что гасится энергетика человека. Поэтому я еще раз подчеркну, что стратегия питания имеет огромное значение. И на эту тему мы с вами будем говорить в следующих моих выступлениях. Я буду подробно рассказывать об этом. Следующая выигрышная стратегия по увеличению энергии, это у нас стратегия движения. Казалось бы, обычное действие, все люди ходят, как-то двигаются, но очень важно, очень важно, это правильные движения, направленные на правильное дыхание, на задействование всех групп мышц, и движения, которые связаны с хорошим лимфотоком, кровотоком, то есть на поддержание состояния внутренних систем и органов. Для тех, кому более интересно, завтра будет зум-конференция в 15.00, и можете писать директ, мы скинем ссылку. По поводу движения хочу отметить тоже такой очень важный момент, это правильное расположение, анатомически правильное расположение всех органов внутренних, правильное расположение мышц и правильное анатомическое расположение суставов. Если идет смещение каких-то органов, ну, например, такая мышца скелетная, это диафрагма, она разделяет грудную и брюшную полости, и через нее проходят жизненно важные органы. Это брюшная аорта, в принципе диафрагма делит аорту на грудную и брюшную, там граница проходит. Это пищевод, это вегетативные, симпатические, парасимпатические нервные образования. Вот. И от того, в каком она состоянии находится, будет зависеть, как правильно работает легочная система, насколько напряжены органы брюшной полости, то есть повышенное внутри брюшное давление, пониженное. Если повышенное, то органы опускаются вниз, соответственно, опускаются органы малого таза. То есть это идет принцип домино. То есть один орган заблокирован, или мышца, или каждая мышца является органом, я имею в виду вообще по организму. И идет дальнейшее нарушение функций других органов. Поэтому правильное анатомическое расположение, правильные движения, Кстати говоря, для тех, у кого минимальные физические нагрузки, я рекомендую очень полезную гимнастику на моем YouTube-канале. Она идет около 20 минут, но задействует все системы организмов. От сосудов и нервной системы до мышц, суставов и внутренних органов. Полезное профилактическое, общеукрепляющее. Те, которые ведут активный образ жизни, соответственно, главное, все правильно с результатом для здоровья делать. Если идут физические упражнения, то, соответственно, повышается уровень энергии. Ну, конечно, лучше всего на природе, на свежем воздухе. Но поверьте, даже если человек находится в помещении или в квартире, то движения тоже ведут к улучшению энергетики. Это связано и с микроциркуляцией, и с движением энергии по энергетическим каналам. Поэтому тут момент питания и движения, он оказывает влияние на так называемые энергетические центры, энергетические каналы. И есть закономерность, чем чище организм, кровь, лимфа, ткани органов, тем лучше течет энергия по каналам. Это в основном восточная медицина этим тысячелетиями занималась. И я просто говорю сам принцип. И чем меньше токсинов, паразитов и ядов, тем лучше протекает энергия. То есть больше энергии для человека. В плане энергии есть такой показатель, что наивысшая степень количества энергии, она проявляется в таком состоянии, как вдохновение. То есть у человека рождаются идеи творческие, какие-то планы, какие-то создаются гениальные образы, произведения. То есть смотря в какой области человек работает. Потому что для творчества необходима энергия. Тот человек, который приходит домой и у него хватает энергии только на быт, в принципе у него энергия по нулям. Конечно, у него не будет энергии на какое-то творчество, на какое-то развитие, на какое-то еще, не знаю, дальнейшее достижение каких-то целей и планов его личных. Не общественных, не семейных, а именно его личных. Поэтому вот эти две стратегии, они важные. Что касается еще движений, хотел добавить, что энергия природы, земли, воздуха, воды оказывает колоссальное влияние. Особенно я подчеркиваю энергия воды. Это открытые водные пространства, особенно море, океан. То есть они дают колоссальную энергетическую подпитку, зарядку, энергетический заряд организма. И я рекомендую время от времени посещать такие природные места и подпитываться, подзаряжаться. Имеет колоссальное значение. Перехожу к третьей выярочной стратегии. Это стратегия мышления. Как мыслить. Это касается в первую очередь окружения тех людей, которые нас окружают. И чем негативнее окружение, тем меньше у человека становится энергии. Потому что на любой негатив, страх, раздражение и так далее, разные негативные есть эмоции, уходит колоссальное количество энергии. Чем позитивнее, тем больше сохраняется, вернее энергия преувеличивается. Вы даже сами можете вспомнить, что если общаешься с человеком, который тебе приятный, положительный, позитивный, радостный, тем как-то радостнее на душе. Чем негативнее человек, тем как-то грустнее и печальнее. Два таких примера, как похороны и свадьба. Правда же, что попадая в атмосферу туда или другую, то сразу меняется внутреннее состояние. Такой очень простой, яркий пример. По поводу мыслей, тут очень многоплановая тематика, очень глубокая. Я только сделаю акценты на очень важных вещах. Люди, которые негативные мысли у них находятся, они сами себя загоняют в порочный круг. То есть, все глубже, глубже, глубже и глубже. Очень важно вырываться из этого круга и, конечно, поддерживать только люди, которые позитивные, позитивно мыслят. То есть, они могут быть опорой и могут разрывать этот круг. Если оставаться в кругу негативных людей, я имею в виду не только людей, но и информации негативной. То есть, это телевидение, радио, интернет, через масс-медиа, через гаджеты, сообщения какие-то, неважно от кого, откуда, то оно очень гасит энергетику. Люди, у которых низкая энергетика, очень чаще болеют, чем люди, у которых позитивная и высокая энергетика. Ну, приведем такой пример, вот, влюбленных людей. У них очень сильная энергетика и ученые доказали, что даже инфекция их не способна брать. Вот, люди... Да, 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 можно влюбляться. Ну, в принципе, с любовью относиться к жизни, ко всему, что вас окружает, чем вы занимаетесь, кто рядом с вами. Самый главный принцип. И по поводу стратегии мышления, как мыслить, очень важный момент – это развитие. То есть, энергия появляется у тех людей, которые идут к цели. То есть, намерение действовать и достигать целей. Если человек останавливается в движении, в развитии, в достижении чего-то, то у него снижается уровень энергии. Он, образно говоря, умирает. Так устроена вселенная жизнь, что нет ничего стоячего. То есть, все должно... Везде процесс движения. Поэтому энергия относится тоже к процессу движения. То есть, ну, процессу движения, я имею в виду, что обязательно нужно двигаться к каким-то целям, к каким-то желаниям. Потому что идет тогда старение организма, старение организма. И прекращается, ну, как сворачивается программа жизни. Поэтому все те люди, которые развиваются, достигают цели, я вас поздравляю. Вот, вы на правильном пути. И если человек включается, я имею в виду, активно, физически, то есть, начинает движение к цели, у него больше появляется уровень энергии. Например, человек сидит дома, ничего не делает. И, ну, вот возникла мысль, да, как только он начинает что-либо делать, не важно, что там, готовить на кухне, там, приготавливаться к чему-то, писать конспекты. Вот, да, привет, привет, тут приветствия идут. То у него через какое-то время уже появляется больше энергии. Он, грубо говоря, как просыпается. То есть, так устроена наша природа, что у нас появляется энергия по мере движения. Это уже отмечено. И еще очень важный момент наличия энергии – это внутренний разговор с собой. Ну, например, многие люди дают обещания, ставят какие-то планы цели, но их не реализуют. То есть, они только думают, только пишут, только хотят. И получается, что вот эти все, как бы, невидимые обязательства, как гири на шее, как груз, они оседают. И уходит колоссальное, да, привет, привет с Израиля, уходит колоссальное количество энергии. То есть, человек должен это осознать, переосмыслить и перезапустить. То есть, отпустить все эти нереализованные планы, цели, желания и заново включиться в новое. В новое. Потому что все, что обязывает человека, то, что он обещает и не делает, на это уходит. Для нас невидимо не осязаемо, на самом деле, огромное количество энергии. Поэтому, дорогие участники, если есть, просто мысленно проработайте, продумайте и избавьтесь от лишнего груза, на который уходит огромное количество энергии. Дальше. По поводу вредных привычек. То есть, любая вредная привычка уносит огромное количество энергии. Поэтому, тоже, это дело такое, чтобы выйти, избавиться от вредной привычки, нужно приложить усилия. То есть, энергию на то, чтобы она ушла из жизни. То есть, двойную энергию на привычку, на избавление. Но это стоит того, потому что, когда уходит вредная привычка, освобождается огромное количество энергии на созидание. И мышление еще очень важно, потому что все, что вы контролируете и осознаете, то, что вы делаете. Есть очень хороший фильм, называется «Мирный войн». И там наставник, учитель спортсмена, он ему всегда говорил, «Все, что ты делаешь, в этот момент думай именно то, что ты делаешь». То есть, мыслями не переносись куда-то, ни в прошлое, ни в будущее. Вот именно эта сосредоточенность, то есть, именно в этот момент, в это мгновение, что вы делаете и это же думаете, это сохраняет огромное количество энергии. То есть, ваша энергия растет, они расходуются на прошлое, на будущее, на переживания, на сомнения. Кстати, это стратегия, которая повышает энергетику, это стратегия победителей, то, что я говорил в данный момент. Далее, разные мысли возникают в голове, они тоже забирают огромное количество энергии. Это, знаете, как такая вот каша мыслей, которая хаотически меняется, поэтому необходимо постепенно тренировать все, что вы думаете и целенаправленно думать то, что вы хотите получить, то есть, видеть конечный результат. Неважно, это какого размера, объема, цель. Маленькая, большая, средняя – это тоже очень важный момент, который вам поможет сохранить и увеличить количество энергии. И в заключение хочу сказать то, что эти три стратегии необходимо делать одновременно, каждый день и на протяжении всей жизни, то есть, через всю жизнь. Если тяжело все делать одновременно, значит, выработайте навык, стратегия питания, водный режим питания на базе очищенного организма. Потом можете перейти к стратегии движения, когда у вас уже выработались навыки питания, а потом перейти к стратегии мышления. Либо можно начинать с разных моментов. Самая главная ваша цель – это делать одновременно. Могу вам сказать, что все, что мы делаем, это постепенно входит в привычку. Есть японская стратегия достижения целей и приобретения полезных, правильных привычек. Это стратегия малых шагов. То есть, если вам тяжело сделать вот эту 20-минутную, допустим, зарядку, которая на моем YouTube-канале, начните только разминку для... Разминка для головы, она занимает, ну, одну минуту. Потом увеличивайте, потому что наше подсознание сначала будет сопротивляться. Если вы делаете небольшими шагами, то привыкаете. В принципе, внутри подсознание говорит, что это безопасно. Это нормальная физиологическая реакция. Далее, если вы начали питаться, я рекомендую вам начать с питьевого режима. Например, утром выпивать свою утреннюю норму воды. То есть, минимум 3 стакана с небольшим интервалом. Если это касается мыслей, самый простой и легкий способ – это начать общаться с позитивными, успешными, жизнерадостными людьми, которые любят жизнь. Вам так будет легче переключаться на позитивное мышление и держать фокус на самом лучшем. Итак, заканчивая мое сегодняшнее выступление, надеюсь, что те направления и стратегии, которые я вам показал, они вам принесут пользу, успех и будут вам очень полезны. И завтра у нас пройдет Zoom-конференция в 15.00. Она будет касаться живота, брюшная полость, органной брюшной полости, анатомическое расположение, почему большие животы. То есть, все, что касается вот этого региона тела, живота. И эта тема актуальна, очень актуальна тем, что в мире люди, ну то, что неправильно питаются, это многие знают, но многие неправильно дышат, нет диафрагмального питания. У многих людей, это я точно знаю, внутренние органы расположены, смещены, опущены или в сторону, или влево. То есть, очень важно помочь самому себе, в первую очередь, чтобы все анатомически правильно было выстроено и правильно функционировало. И завтра мне поможет мой напарник Вячеслав, он висцеральный массажист и терапевт и дипломированный специалист по психосоматике. Это ученик Александра Агулова. Мы вместе завтра проведем часовую конференцию. Ответим на все вопросы, присоединяйтесь и можете прислать свои заявления, да, мы вам скинем ссылочку. Итак, я желаю вам всем очень хорошего, приятного вечера и желаю вам увеличивать вашу энергию, чтобы она у вас, у вас на все хватало. И на жизнь, и на творчество, и на достижение целей. Вот, желаю вам всего самого доброго. До свидания, до новых встреч, до следующей среды.